Всем большой привет! Собрала я уход на август месяц. На июль я набрала так много всего, что в августе не стало практически ничего добавлять. Что-то убавилось и хочу показать то, что осталось на месяц август. То, что будет заканчиваться, мы с вами выберем в каком-нибудь влоге, пошуршим в запасиках заодно и добавим. А сейчас давайте смотреть, что же, что же переходит на август месяц. Как всегда, начинаем с пены. Пена от Avon с ароматом клубники закончилась, ушла в пустые баночки. Ну и без вас я решила достать вот эту новиночку, манго. Только-только она ко мне приехала, эта пена от Марины. И я думаю, манго само за себя говорит. Это лето-лето, аромат приятный, вкусный, летний, фруктовый. И как раз такой еще и цвет солнечный. Вот, поэтому я решила, что это самая пена для лета. Взяла ее, будем использовать. Дальше посмотрим с вами шампуни. В прошлом месяце было 4, осталось 3. Остается шаума, которая в Project Pen. Project Pen теперь у меня всегда будет фигурировать и в уходе. Правда, у меня последний Project Pen отчет, это было какое-то там, я не знаю, мне кажется, там не то шутки, не то боты. Налеты некоторых каналов, которые мне писали, как мало я трачу. И что мне нужно делать, сколько раз мыться, сколько раз краситься, чтобы у меня как-то продукты пошли активнее. Но я думаю, это как какое-то нашествие ботов было. Ну, как один человек с разных каналов пишет разную ерунду. Если интересно, посмотрите. Ну, разумные люди понимают, что уходовый Project Pen это то, что мы добавили к основному уходу. И это продукты, которые идут дополнительно. И, естественно, это не то, что у нас там заканчивается по чуть-чуть, а как бы часть из всего ухода. Ну, и большую часть я не показываю мужскую. Это мыла всякие. Сегодня, правда, что-то взяла, но, тем не менее, кусковое мыло в жару у мужчин моих лучше идет. Или там какие-то мужские средства для умывания или еще там чего-то. Я это все не приношу, не показываю. Ну, все, пошли по шампуням. От шаума для тонких волос подходит, объем и густоту обещает. Мне не очень нравится, как путаются волосы после этого шампуня. Но маска распутывает, конечно. Далее, очень даже неплохой шампунь от EFRACHE. Я им в этом месяце пользовалась не так часто. Использовала от FABERLIC. Ну, доиспользовала. А этот оставила больше на август. Поэтому я так думаю, что шаума и вот это я люблю мою планету будут работать в паре. Друг за дружкой. И это подходит для блеска волос. Действительно, волосы более такие свеженькие, блестящие. Ну и шампунь детский добивашка. Когда сын подрос, все, что у него осталось детское, перешло в мою копилку. Но этот шампунь я использую на самом деле редко. Может быть за месяц пару-тройку раз. Ну, чаще, наверное, два раза. И поэтому он расходуется медленно. Но в любом случае, вот я готовясь к ролику, пересматриваю предыдущий и вижу, что там было его гораздо побольше. То есть где-то было вот так. И я думаю, что раза три-четыре я, может быть, даже успела воспользоваться в этом месяце. Вот. Далее. Чтобы не забывать, в прошлый раз пообещала, давайте сразу покажу. Жидкое мыло. Помимо того, что у меня антибактериальное, кусковое стоит мыло, это я поставила на кухню. И за месяц, вот, мне кажется, 200 миллилитров всего ушло. Тут 500 и 300 еще остается. Я думаю, даже за август не закончится. На кухне стоит, кухонные тряпочки моем. И продукты, которые в упаковках и приносим с магазина, тоже моем губкой и мылом. Естественно, которые не протекают. И чтобы такое мыло не попало на сам продукт. Ну вот, тем не менее, упаковки очень хорошо. Именно таким средством промываю. Если будете писать, что от короны не помогает, тем не менее, от бактерий, от грязи, это все равно поможет. В любом случае. Далее, мыло, которое только-только обновило, тоже можно было бы, конечно, вместе с вами выбрать. Закончилась у меня детская от Фаберлик. И очень захотелось что-то цитрусовое, такое вот прямо на лето. Яркое, позитивное. И ко мне не так давно от Оли приезжал вот такой аромат. Витамин С и апельсин, аромат цитруса. И буду от Палмалиф использовать. Вот такое взяла. Ну и то, что я вам вообще практически никогда, девочки, не показываю. Активно кусковое мыло идет. И не всегда я его даже показываю в пустых банках. Почему? Потому что, вот видите, я возьму сейчас мыло, например, ручной работы. С натуральной папайей. И когда в мыльницу положу, мне вам показать будет просто нечего. Ну, тут будет просто слюда. Плюс, если конкретно в этом мыле я могу посоветовать автора, Леночка, у которой есть канал, Елена Хербл, Саап, Парфюмс, Косметикс, кажется так, да. Это делала она своими ручками золотыми. Потому что мыло у нее действительно крутое и классное. Ну вот, я вам похвасталась, показала, а в пустых банках не покажу уже, потому что останется одна слюда. И мало что можно будет про него сказать. Ну, это могу положить, пока не забыла, сразу могу положить в пустые банки. Это от Спивак достаю мыло. Почему такие мыльца сейчас идут в уход? Потому что, когда хочется именно в жару, например, мыться мылом кусковым, то я предпочитаю вот такие натуральные. Поэтому вот такие у нас сейчас в ходу. Ну, правда, упаковки, видите, не сохраняем, чаще не кидываем. И вот от Спивак тоже пойдет в использование. Может быть, это, конечно, задерживает расход гелей. Но ничего страшного. Гели могут и подождать, пока жарко. Далее, что у нас для волос. Идет, давайте, бальзамы покажу и маски. Маска остается прежняя. Я ей пользовалась. Осталась вот так. Не знаю, за август она закончится или нет. Но в любом случае ее осталось не так много. Это Фаберлик. Прекрасный аромат. Это пудинг даже для волос с ароматом авокадо. Мне нравится и как работает. Я ее усиливаю вот таким средством. И не только ее, но и все бальзамы. Обещает укрепление структуры волос. Надеюсь, действительно, структура будет укрепляться. И бальзам, который у меня на постоянной теперь основе работает. В прошлом месяце было много маленьких бальзамчиков, которые я добивала. Ну, а сейчас на постоянную основу вот этот бальзам от Комплимент идет. Тоже обещает восстановление структуры волос. Я думаю, что, может быть, все они в совокупности действительно будут восстанавливать и ухаживать за волосами. В прошлом месяце я начала им уже пользоваться и буду продолжать. И из добивашек осталось всего одно средство. Это из краски L'Oreal Casting Cream Gloss. Бальзамчик. Его тут вот так. Потихонечку его так время от времени использую. Я думаю, он так же закончится. Средства по уходу за волосами я не буду сильно долго говорить. Они из месяца в месяц переходят уже. Это глубоко восстанавливающая сыворотка. Сыворотка интенсивный уход. Мне больше нравятся сыворотки прозрачные такие гелевые. Это кремовая сыворотка. Но, тем не менее, я ее использую. И спрей. Написан активный гиалурон. Это спрей-уплотнитель для истощенных волос. Потихоньку использую. Месяца на два еще хватит. Ну и потом я его заменю на что-нибудь другое. Не скажу, что сильно нравится. Сама бы, наверное, не купила. Но в пустых банках, я думаю, я вам больше расскажу. Хотя вот эти два продукта в пустых банках не мелькнут. То, что в Project Pen пустышки мелькают именно так. Потом я их в пустые банки не перекладываю. Чтобы не говорить два раза одно и то же. Гели для душа. Опять же, если взять Project Pen, остается работать смородина и ледниковая вода. Здесь было 750 миллилитров. Осталось, мне кажется, одна треть. То есть получается целый полноценный флакон на 250 миллилитров. Буду использовать, продолжать его. Иногда помогает сын, муж. Гелями не пользуются. Он любит мыло. В прошлом месяце поставила, но не воспользовались никто ни разу. Не знаю, с чем это связано. Но вот может быть потому, что мне хотелось больше смородиной что ли пользоваться. Но тем не менее, аромат земляники потрясающий. От Ифраши оставляю его дальше. И надеюсь, что сейчас откроем и уже будем активно использовать. И последний гель, который остается с прошлого месяца. Тут его, конечно, уже намного меньше. Это от Пупа. Вот такой Red Coin. И было молочко такое же для тела, которое закончилось. К сожалению, уже закончилось. Тоже в отчете Project Pen я вам его показала. Ну и то, чего я никогда не показывала. Но вот из-за этого нашествия странных комментаторов, которые пишут, что надо вам мыться почаще. Вы очень мало моетесь. Чем моется мой муж в последнее время. Помимо кускового мыла, еще есть вот такое мыло. Он очень любит на самом деле. Черное мыло для бани и души от Floresan. Здесь осталось, конечно, чуть-чуть. Хватает на очень долго, потому что нужно небольшое количество. Им можно, кстати, и волосы мыть. Но волосы обычно я тоже шампуни мужские вообще не показываю. Вот тут рядом пустые банки лежат. Муж предпочитает вот от Faberlic вот этот. И у них еще один лечебный стоит. Но тоже в пустых банках скоро мелькнет. Я мужские продукты не показываю. Может быть это, к сожалению, я не знаю. Но я считаю как-то больше девчачий канал. Поэтому вот это то, что еще идет. Если плохой расход где-то, значит подналегли на что-то другое. Давайте сэкономим пространство. И сделаем вот так. Далее. Скраб. Скраб тоже остался. Вы знаете, благодаря этому скрабу я полюбила аромат сандала. Если раньше я его не сильно так узнавала, то теперь у меня была целая линейка с сандалом. Шампунь, бальзам для волос и вот скраб для тела. Аромат, конечно, интересный. Он больше мужской может быть. Но в любом случае такой оригинальный. Вот столько осталось у меня этого скраба. Он мне нравится. Но я предпочитаю скрабироваться где-то раз в 10 дней. Не чаще. Вот такой продуктик. Далее. Кремы для тела. Покажем. В прошлом месте аж 4 штуки вам показывала. Сейчас покажу чуть меньше. От Эвелин. От Эвелин очень нравится. Использовала не один раз. Классный. Это крем. Омолаживающий написано. С потрясающим ароматом. Потрясающая текстура. Вот текстура. Как будто вы какую-то, я не знаю, такую нежную-нежную масляную субстанцию набираете. Оно прямо становится как молочком. Я не знаю, как прям, как водичкой становится. Быстренько впитывается. С нежным, приятным. Каким-то детским. Ясельные группы, я вам уже говорила. Пахнет ароматом. Может быть, это вот органа такой аромат имеет. Вроде бы. Но он потрясающий. Вот прямо. Для меня это очень-очень приятный аромат. Также, опять же, по аромату буду хвалить. Это реальный аромат сирени. Вот такой баттер. Его тут, конечно, больше, чем органы осталось. И по текстуре он чуть-чуть плотнее, более кремовый. Но все же не как баттер выглядит. И на коже тоже хорошо впитывается. И даже в жару я его спокойненько наносила. Кто давно у меня на канале знает, что у меня кожа склонная к сухости. Причем конкретно склонна к сухости. Я не могу ее назвать сухой. Скорее, действительно, вот просто склонная. Потому что чаще она бывает нормальной. Но вот периодически понимаю, что ей не достает увлажнение или питание. Особенно влаги. Доктор Пьер Рико. Остается молочко еще для тела. Когда-то я сделала метку. Больше метки не делала. Но я им в этом месяце почти не пользовалась. Хорошо, если один раз. Чаще пользовалась. Вот от пупа был крем. Он закончился. Либо вот чаще еще вот этим вот кремом. Вот так что остается доктор Пьер Рико. Умывалочки. Умывалочки с прошлого месяца те же самые. Вот это гель для умывания от Ифраше. Пьер Камил. Очень хороший гель. Хорошо вспенивается. Особенно вот специальными мочалочками и пеной чистенько умываете лицо. Остатки макияжа, если после того, как вы его смыли, снимается неплохо. То есть, ну, все замечательно. Это маска-пенка гелевая. То есть, продукт гелевый. А на лице, когда вы его на сухой коже разносите, становится белая-белая пена. Есть небольшие вкрапления внутри, но скрабинками это трудно назвать. Больше как чувствуете какой-то мелкий, ну, там может быть, пять песчинок на одно применение. То есть, это не назвать скрабированием. Ну, в общем, вот такая вот маска очищающая, которую вы минуту массируете по лицу, смываете. И как бы она свое дело сделала. Далее мицеллярка, которая у меня работает в Project Pen. Потихоньку уходит. Здесь 400 мл. Я говорила, что макияж с лица, либо остатки макияжа смывает, а макияж с глаз больше размазывает. И два продукта, которые уже не стала я ничего больше добавлять, пока не закончу, буду использовать их. Это для снятия макияжа с глаз. Молочко для снятия макияжа. Я наношу желтое такое кремовое молочко. Наношу на ладошку, уже здесь размазываю ватным диском, потом глазком прикладываю и смываю. Я подпривыкла, просто я уже говорила, мне не очень нравятся кремовые вот эти текстуры для глаз. Но смывает неплохо, водостойкая размазывает. Сейчас летом у меня бывают часто карандаши, либо... Ну, тушь редко. Но вот карандаши водостойкие бывают на глазках, и я начинаю ругать молочко. Но оно не заявлено для снятия водостойкого макияжа. Обычно макияж смывает неплохо. А вот этот гидрофильный гель для снятия макияжа, тоже его наносишь на руку-лужицу, также ватным диском с глаз, лица смываете, а потом его обязательно смываете еще средствами. То есть его нужно обязательно смыть. И здесь входит гидролат корейского зеленого чая. Также японский чай входит от Белиты. Неплохое средство, тоже смывает неплохо. А далее тоник. Тоник в прошлом месяце взяла. Мне хватает всегда маленькой такой бутылочки на 2 месяца. Ну, не знаю, тоники у меня медленно уходят. 100 мл здесь, ну вот, еще 50. Получается, к концу августа понадобится тоник. Вот, пока буду использовать этот. Далее спреи, дезодоранты, спреи. Мы с вами в каком-то влоге взяли Рексону. Надеюсь, я не одна его взяла вместе с вами. По-моему, когда туши считали, я схватила Рексону. Хороший дезодорант. Работает неплохо. Сейчас, конечно, и жары нет. Спала жара неделю как. Черное-белое. 48 часов обещает защиты. Струя такая, знаете, у него прямо... О, видали, какая конкретная такая? Шумная. И второй. Это Делике Банана Бум. Мне Лена подарила два таких дезодоранта. Один был с клубникой. Приятнейший аромат. Вот этот с бананом. Этот мне нравится меньше по аромату, но это дело вкуса. И у этого проблемный пульвизатор. Вот он сейчас, вот видите, остановился. А то бывает, прямо никак его не остановишь. Либо никак не нажмешь. Что-то там не так. Я его уже и снимала, и там пыталась как-то чего-то повлиять. Снова одевала. И вот как-то он так. Немножко барахлит. В любом случае, да использую его. Осталось тут немножко. В жару я им не пользовалась. В жару я более вот такие использую. А фруктовые для... Вот когда попрохладнее. Чтоб не подвел случайно. Следующий спрей, который я вам покажу, это уже спрей для лица от Биоси. И в этом месяце я мало им пользовалась. Хотя, наоборот, этот месяц очень просил. Наверное, так часто потело лицо, что не хотелось дополнительной влаги. Больше зимой, когда батареи включены, мне хочется подобными средствами пользоваться. А в жару и так влаги на лице достаточно. 150 здесь миллилитров. Дает увлажнение. И работает хорошо. По спреям только отчиталась в Project Penny, поэтому покажу быстренько. Все использую только для тела, хотя это для волос мелкое. Очень классное распыление. Вот, представляете? Очень классное. Мне нравится такое распыление. Нажимаешь, например, 5 нажатий, чуть-чуть убавляется. И приятный аромат с цитрусом. AVEN NATURALS. Это аромат розового грейпфрута и абрикоса. Лосьон спрей для тела. Нежность и свежесть. Мгновенная свежесть. 100 миллилитров. Здесь покруче пульверизатор. Ну, такой средненький. Я его распыляла весь месяц на тело. Особенно на ноги, руки. Которые из пижамки торчат. Ну, и тут не милый жасмин на самом деле. Здесь сандал и роза от Фаберлик. Ну, и тут, смотрите. Опа! Вот такой вот прям пшик так пшик. И у него расход, конечно, очень быстрый. За счет вот этой вот очень щедрой распылительной системы. Ну, аромат потрясающий. Мне очень нравится аромат розы. Наверное, всех больше. На втором месте, я думаю, вот этот аромат цитруса. Потому что он понежнее. А вот грейпфрут и абрикос. Я не очень люблю аромат абрикоса. А аромат грейпфрута вместе со сладким абрикосом. Ну, как-то вот горечь с какой-то такой сладостью. Но не самый любимый. То есть он у меня на третьем месте, если взять вот эти три. Не скажу, что он мне прям противен или еще что-то. Нет. Просто если вот. То, что на данный момент впечатляет. Зубные пасты покажу, девочки. Но тут ничего не изменилось. Зубные пасты будем выбирать с вами. Потому что этой на донышке. Прямо вот уже. Слышите? Он реально уже пустой. Но, тем не менее, не хочу сейчас искать. Потому что по факту три. Если я сейчас поставлю пять, будет опять ощущение баррикады. Хотя на самом деле прям чуть-чуть осталось. Арифлейм здесь было 100 мл. Хватило на два месяца точно. Аквафреш тоже. Видите? Тут буквально чуть-чуть осталась тройная. Очень приятный аромат. Мята, огурец и арбуз. Настолько приятный аромат. Сама с удовольствием пользовалась. И цвет тут очень красивый. Белый. Он тут даже еще меньше. Белый, зеленый и красный. Видите, какой красивый. Тоже вот-вот закончится осталось совсем капелька. Ну и третий, который я брала себе. Как бы муж, сын. И вот я себе брала вот такая тайская. И здесь тоже остался вот. Но здесь вот не то, что горошина. Спичечная головка. И пены. Вот просто захлебнетесь пеной. Сколько ее получается. Хотя кажется, такая маленькая капсула. Но я ей третий месяц уже буду пользоваться. И бесконечная моя нить от президент 50 метров. Девочки, мне на одно использование надо 10 сантиметров. Тут 50 метров. Сейчас, если вот она была такая шайба вот там намотанная вот полного размера. Я сегодня открывала. И где-то вот так. Еще, наверное, сантиметр полтора вот сама вот эта шайба. То есть тут еще очень много. И я буду продолжать использовать. Мне эта нить не очень нравится. Она ничем не пропитана. Для нити, мне кажется, это недопустимо. Самое лучшее, когда она имеет пропитку зубной пасты. И тогда после того, как вы воспользуетесь нитью, ощущение, что вы как бы межзубное пространство почистили дополнительно. А тут нет такого эффекта. Далее. Давайте дальше пойдем по ногам. В этот раз для ног срез больше, чем для рук. В прошлый раз баррикада для рук была, мне кажется, 6 флаконов. Туб стояло разных. Это на случай, кто если вдруг из тех, кто мне писал комментарий, как нужно руки мазать, чтобы что-то закончилось. Сейчас посмотрим, сколько осталось. Спрей, опять же, в адрес спреев. Красивые ножки. Продолжаю его использовать. Посмотрите, уже до этого сколько пользовала. Начала отмечать 1, 2, 3. Уже 4 месяца. Получается здесь 5, 6, 7. Получается полгода уже он у меня в использовании. И еще не видно окончания. Поэтому будем использовать дальше. От тяжести в ногах остается от Reflame гель. Здесь 150 мл. Это реально надолго. Не сильно холодящий эффект, но все-таки холодок есть. И освежение ножкам дает. На постоянной основе крем знахарь у меня сейчас используется с экстрактом конского каштана. Он такой вот прямо кремовый. Когда долго пользуешься гелями, вот у меня в прошлый раз от Faberlic был тоже такой вот он как-то со скользким гелевым эффектом. И уже настолько поднадоела, прям соскучилась именно по кремовым текстурам. Поэтому с огромным удовольствием использую его. И взяла от Bora Plus. Это не бальзам для губ для меня, а это как раз средство на пяточки вазелиновые. Потому что вот такие продукты я оценила больше именно как смягчение пяточек. Но под носочки. С утра под носочки, через час пяточки как у младенца. Даже, наверное, круче. Ну и что у меня осталось для рук? Девочки, помните, если не смотрели, посмотрите. Там было шесть точно. Вот. Все. Это все, что осталось. Так что в этом месяце будем снова выбирать. Ручки. Это мое лицо. Я забочусь о них. Мне хочется, чтобы они жили долго и счастливо. Дольше выглядели молодыми и красивыми. Поэтому после каждого мытья рук, а руки мою постоянно, я использую крем для рук. Кожа очень у меня сухая в этом месте. Особенно если подвержена загару, она начинает вот такой становиться. Ну, в силу, может быть, возраста еще. Поэтому руки я реально берегу. Остался крем для рук от Ромашкин Лук. С французской розой, экстрактом и витамином Е. Средний крем. Очень даже неплохой. Вера мне недавно подарила. Приятный аромат. Не скажу, что пахнет прям розой. Больше пахнет, наверное, ромашкой. Хотя тут Ромашкин Лук не в составе, а название бренда. И второй от Оля. Ну, видно, что здесь он у меня уже в использовании тоже активно. Это питательный крем. Но тут слабое питание. Но, тем не менее, оно пусть слабенькое, но есть. Вот такие два крема у меня остались. Они реально закончатся достаточно быстро. И я думаю, что мы с вами в августе будем сидеть выбирать зубные пасты, кремы для рук. И что еще тут понадобится на тот момент, что еще подзакончится, то и выберем. Далее. А далее уход за губами. Отгадайте, что я вам сейчас покажу. Кто крикнул скраб? Конечно, я вам покажу скраб для губ. Это же будет не ролик, если я не покажу, да? Вот. Не прошло и пять лет. Ямка углубилась. В прошлый раз я начала копать. Углубилась. Стала чуть поглубже. Еще полгода. И он нас покинет. Далее. Давайте. Бальзамов нагребла опять много. Но новых не взяла, девочки. Взяла те, что открыты были. Бальзам для губ от Фитокосметик. Руки у меня все в креме. Убавляется. Я думаю, что до конца года он покинет нас. Губки. Я не знаю, чем дальше, тем круче. Вы знаете, они стали приобретать цвет. И цвет очень даже яркий. Вот. Они сначала так сильно не красили губы. А сейчас я вот раз с накрашенными губами, если наношу этот бальзам. Два. От Буст. Накрашенные губы. Если наношу. Вот сколько его еще, чтобы он закончился. Правда, поднадоел уже. Ой. Три. Вибрант гламур. Тоже оказался. Видите? Тоже. Тоже цветной. А что он у меня? В помаде, что ли? Да нет, вроде. Вот. Тоже ярче становится. Помните? Я вам в прошлый раз показывала его. Он был бледнее вот этого. Почему он местами ярче становится? Может быть, он у меня в помаде сейчас испачкался. К моему великому счастью, ягодный микс от Лакомки. Сейчас вам спойлер покажу. Заканчивается. Я его ковыряю. Я там довыковырю. По чуть-чуть. Он уже, к счастью, не имеет цвета. Хоть он такой и типа розовый. Ну вот, видите? Трудно это назвать цветом. У него, ну, конечно, если вот иметь талант, рассматривая все цвета, то можно сказать, что небольшой есть оттенок какой-то. Но если сравнивать, то нет. Ну и последнее, что я вам покажу, это Эос. Тоже надоел. Время от времени я его достаю. Использую какое-то время. Опять убираю. Но надо бы тоже дозакончить. Вот этот цвет, хоть и кажется, имеет. Вот этот вообще цвета на самом деле не имеет тоже. Покажу вот. Ну, так же, как вот этот. Можно придраться и сказать, что все-таки там розовиночка какая-то присутствует. Но в отличие от всей вот этой баррикады, это точно цвета не имеет. Вот такая. Надеюсь, на следующий месяц хоть на один станет меньше. Я ничего не схвачу. Так, уход за лицом. Я не понесла вот этот набор от Миша. В жару я им вообще не пользовалась. Ну, может быть, только крем вокруг глаз использовала здесь в наборе. Вот такой состав. Решила не сам набор нести, а вот показать. Вот так. Это от Миша. Корейский уход. А чаще я пользовалась либо вот эта сыворотка, называется сыворотка сияния для лица. 30 грамм здесь. Осталось, вот, ну, вы видите, может быть, здесь немножко. Сыворотка использовала либо ее, либо ночную маску, как питательную такую. Она несмываемая, для первых признаков изменения на коже подходит. Ну, то есть, вот, либо она, либо сыворотка. Потому что в жару вообще не хотелось ничего. Либо просто увлажняющий спрей на лицо наносила и все, и спать ложилась. И в отношении масок, девочки, не стала никакие тубы, никакие кремовые брать. Отложила же я их месяца на три, наверное, да, вот тканевые маски. И хочу именно в этом месяце, если и буду делать маску, то буду вот так выбирать любую, какую хочется. И максимально буду использовать именно тканевые маски. Если захочу какие-то кремовые, я их возьму. Но именно удар я хочу сделать в этом месяце, в августе, на маске вот. Именно такие. Поэтому сюда поставлю вот так с бачку масочки. И буду использовать их. Все. Это весь мой уход на август месяц. Он хорошо сократился. Стало гораздо меньше. Я этому рада. И попробую досократить то, что вы видите. И по потребностям будем с вами открывать уже в течение месяца именно то, что закончилось. Ну, а там как прорвет. Если захочу опять нахватать и пооткрывать, то, конечно, кто меня остановит. Давайте еще раз покажу бальзамы, как они вот проявились еще. Вот. Получается, видите. Но вот самый бесцветный все-таки либо Эос, либо вот этот вот был. Он действительно такой ягодный микс не имел цвета. Даже вот этот, да, щербет малиновый тоже какую-то розовиночку имеет. Ну, а эти три-то вообще в ударе. Девочки, буду с вами прощаться. Всем хорошего настроения. Всем прекрасной погоды. Замечательного лета. Пока-пока. Замечательного лета.